Он прожил почти век. Человек эпохи, человек легенда, человек, благодаря которому о Куйбышевском театре узнала вся страна. Казалось, что монастырский будет всегда, а он немного не дожил до своих 98. В Самарском театре драмы он проработал более 40 лет. Это был человек необыкновенной увлеченности, целеустремленности, талантливости, фантазии. И, конечно, то, что ему дал Бог, способность к тому, чтобы своими руками создавать какой-то свой новый мир, это было в нем уникально. Петр Львович, самая главная его заслуга, то, что он воспитал поколение зрителей, приучил их к театру. И сегодня, конечно, мы пользуемся этими его достижениями, потому что публика в театре замечательная. Петр Львович, он всегда наблюдал, как реагирует зал на спектакль. Входит в правительственную ложу, смотрит на зрителей, как воспринимает зритель его спектакль. Вот я очень была такая внимательная и наблюдала это. Ну и он, ну это гордость наша была. Петр Львович, это гордость нашего театра. Проводить в последний путь Петра Монастырского пришли более двухсот человек. Он снова собрал полный зал. Это родные, друзья, коллеги и поклонники его творчества. Его таланта, его щедрости и жарты души хватало на всех. Он был требовательный к себе, он был требовательный к окружающим. Но без этого не бывает талантливых свершений, не бывает выдающихся успехов. А они были и были неоднократно. Каждую постановку, только задумку каждого спектакля. Он мне звонил, все встречались. Мы после репетиции около его дома еще стояли час-полтора и обсуждали. И надо было что-то перекусить и возвращаться в театр на вечернюю репетицию. Это было интереснейшее, счастливое время. В последний путь мэтры проводили под бурные аплодисменты. Похоронить Петра Монастырского решили на городском кладбище на аллее почетных граждан Самары. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. 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 Станислав Левин. Продолжение следует...